Казак Галота. Мировая политическая проституция в высших шелонах власти в странах Запада и США. Но это слишком общий взгляд. Я думаю, вы из Украины. И вы имеете в виду продажность с вашей точки зрения политиков, которые сдают Украину. И Трамп, который там сказал или не сказал, никто точно не знает про то, что Крым может быть российским. И про коррупцию в Украине. И Меркель, и президент Франции, которые ездили к Путину в самые неудачные, скажем, моменты. Ну, тут несколько проблем. Действительно, если говорить о позиции государства, здесь продажность все-таки должна вестись не о каких-то личных приобретениях, а об интересах государства. Ну, действительно, огромное количество рабочих мест в связи с северным потоком, в связи с торговлей с Россией, в связи с инвестициями в Россию. Вот сейчас в Иран новые санкции, они успели уже инвестировать многие-многие предприятия там, выкупить акции. Ну, можно на этом потерять деньги. В этом смысле жертвовать, собственно, благополучием, благополучием государства. Политики не могут, потому что они избираемые политики. Потому что за ними стоят избиратели, которым нужны рабочие места. Вот они в сложной ситуации находятся. То есть ради моральных принципов отказываться от экономической выгоды государства очень сложно. Тем более, что параллельно тот же Кремль финансирует националистические партии, которые очень сильно давят. И которые получают поддержку и в связи с большой миграцией, и в связи с санкциями, поддержку, чтобы прекратить эти санкции. Поддержку от Кремля очень сильное давление. Но, с другой стороны, вот Трамп, когда сказал, ребят, садитесь тогда с Путиным за стол, никто его не поддержал из европейских лидеров. Вот такая, в хорошем смысле слова, провокация. То есть сидеть и нюхать этот трупный запах, который исходит от Путина, ну, никто не хочет. Ни Мэй, ни Тэтчер, ни президент Франции. Зачем? Значит, есть другая проблема. Проблема, действительно, продажности отдельных журналистов, отдельных политиков. Там, президент Словении, который называет себя другом Путина, и уже много раз проявил себя как друг Путина, который, там, заявляет о необходимости отмены совместно с НАТО каких-то маневров. Ну, к нему не особенно прислушивается, но это примеры такой лобовой коррупции, или Шрёдер, или, ну, примеров много. Там и публикации известных журналистов, которые призывают к сотрудничеству с Путиным, рассматривают возможности снятия санкций, или призывают к снятию санкций. Ну, пока есть те, кто готов рисковать своим политическим имиджем, ну, когда обнаруживаются эти связи, ну, никто же здесь в отставку в России не уходит, утираются и, там, что-то произносят, там, а не докажет. Ну, вот. Так что это, это серьёзная проблема. Ну, вот с Ираком. Помните, там, Жириновский туда ездил, коммунисты. И, когда Ирак захватили, то, ну, появились эти документы, и Жириновский получал от Саддама Хусейна деньги, и коммунисты. Ну, чё, и утерлись. Владимир Вольфович, там, по-моему, и гордился этим. Да, меня подкупали, но я согласен был. Ну, вот что-то такое он говорил. Так что это политическая практика в высших эшелонах власти, которая, кстати говоря, всё-таки приводит, ну, к некоторому очищению. Я думаю, что вот Макрон последний срок находится. Вот последний его, последний визит к Путину – это такой удар по имиджу, которого он, ну, на самом деле не ожидал. Все его политические противники это использовали и используют в будущем. Там шансов у него очень мало быть переизбранным. Рассажируйте точно так. Продолжение следует...